МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как прожили этот день, Украина и мир, узнаете прямо сейчас. Я Алексей Лихман. Начинаем подробности. Большая облава. КПУ нагрянуло с обысками к авиа и морским перевозчикам. Кровавая месса. Во Франции террористы захватили церковь и убили священника. Гранаты и хоругви. Удастся ли избежать беспорядков во время крестного хода в столице? Без браслета и на свободе. Подозреваемый в организации аферы Элита Центр сбежал из страны. Земля сквозь пальцы. Кто оставил тысячи гектаров охотничьих угодий за Януковичем? Правоохранители шагают по стране с обысками. Сегодня побывали сразу в нескольких ведомствах, связанных с перевозками. Кто попал в поле их интересов, расскажу по порядку. Начнем с аэропорта Борисполь. Туда люди в погонах наведались после обеда и не закончили следственные действия до сих пор. Все подробности узнавал мой коллега Алексей Пшемыский. Леша, я тебя приветствую. Скажи, удалось узнать, кого конкретно обыскивают? Ну и в рамках какого производства? Добрый вечер, Алексей. Да, уже полдня следователи прокуратуры вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины проводят обыски вот в этом здании администрации аэропорта Борисполь. В частности, речь идет об отделе тендерных закупок. Дело в том, что руководство аэропорта, напомню, это государственное предприятие, подозревает в том, что в декабре прошлого года они заключили тендерные договора на покупку четырех датчиков взрывоопасных веществ для аэропорта стоимостью 4 миллиона 300 тысяч гривен. Но вот по мнению следователей, на самом деле, цена была завышена аж в пять раз. И более того, по той информации, которая была в этих договорах, якобы датчики изготовила чешская компания. Но, опять-таки, как установили правоохранители, на самом деле, они были изготовлены российским предприятием, основанным гражданином Российской Федерации. А это строго запрещено распоряжением Кабинета Министров для государственных предприятий, которые проводят тендерные закупки. Давайте послушаем, как это прокомментировали в прокуратуре. Криминальное проведение расследуется за частью 5 ст. 191. Идется про растрату бюджетных коштей, особенно в больших размерах, подчас удостоверения государственных закупителей. Обшуки тревают. На данный момент выучены документы, которые подтверждают махинации с тендерами, а также другие речевые доказы, которые подтверждают противоправные действия. Отмечу, что в прокуратуре также заявили, что обыски сегодня прошли и по месту жительства подозреваемых, а также они проходили и в самом здании госавиаслужбы. Но вот, конечно, кого именно подозревают, причастно ли к ним высшее руководство, на данный момент неизвестно. Как сообщили в Министерстве инфраструктуры, среди подозреваемых целый ряд сотрудников, как Борисполя, так и госавиаслужбы. Но вот фамилии пока что раскрывать не стали. Стосовно каких-то осіб я говорю публично, официально, что это таимница следствия пока сейчас. И в разе завершения всех следственных действий мы особо также доведем, доведем всех, что это за посадовая особа. Держава знает своих героев с часом. Это только начат. В первую очередь. Обшуки на разе еще, если мы говорим про Державиаслужбу, они еще на разе тревают. Ну и отмечу, что буквально только что нам удалось услышать позицию руководства Борисполя. Там заявили, что обвинения опровергают, закон не нарушали. Однако отметили, что готовы всячески сотрудничать со следствием. Ну и добавлю, наконец, что следователи до сих пор проводят обыски. Возможно, это будет длиться и до глубокой ночи. Мы будем оставаться здесь, следить за ходом событий. Спасибо за оперативные новости, Леша. Это был Алексей Пшемыский об обысках в аэропорту Борисполь и в госавиаслужбе. Теперь с неба опустимся на воду. Одновременно обыски прошли в Одессе. Следователи наведались в администрацию морских портов Украины. По какому поводу? Давайте спросим у нашего одесского корреспондента Андрея Анастасова. Он с вами на прямой связи. Андрей, приветствую. Что тебе удалось узнать? Прошу. Добрый вечер, Алексей. Да, обыски прошли сегодня в главном офисе администрации морских портов на улице Лонжероновской. После обеда, когда мы сюда приехали, каких-либо признаков работы следователя не заметили. Возле здания не было никакой суеты. Все тихо, спокойно. Мы просили пресс-службу госпредприятия рассказать какие-то подробности произошедшего. Но там ответили никаких комментариев. Единственное, в телефонном разговоре сообщили, силовых захватов не было. Правоохранители, мол, произвели лишь выемку документов. Охранники же попросту нам не открыли двери, а на нашу просьбу сообщить начальству о том, что мы хотим пообщаться, отказались это сделать. Можете хотя бы сказать, что здесь все каналы? Украина. Некоторые подробности сообщил замминистра инфраструктуры, который, собственно, первым и рассказал об обысках. И так их проводил департамент защиты экономики, нацполиции. И вот по какой причине. Оказывается, целая группа должностных лиц администрации морских портов подозревается в коррупции. Используя подконтрольные предприятия, они якобы присвоили многомиллионные госсредства во время проведения дноуглубительных работ в морских портах. Кроме того, в корыстных целях они якобы покрывали судовладельцев, которые не выплачивали портовый сбор. Портовый сбор – это то, что платит каждое морское судно, которое заходит в порт. Это мы пока имеем один прецедент по Одесскому порту. Он есть системный, этот прецедент. Наразі слідчо-оперативні подраздели з'ясовують кількість недоотриманих коштів, становлюють осіб причетних до цього. Фамилии фигурантов скандала Юрий Лавренюк не называет тайна следствия. Обещает, как только чиновникам официально будет объявлено о подозрении, имена героев в кавычках узнает вся страна. На этом у меня пока все. Алексей. Ну что ж, подождем, узнаем имена этих героев. Спасибо, Андрей. С нами на связи был мой коллега Андрей Анастасов из Одессы, где сегодня без шума и пыли обыскали администрацию морских портов Украины. Ряд задержаний сегодня провели детективы Национального антикоррупционного бюро. Под пристальным вниманием НАБУ оказались сразу два директора агрокорпораций. Один возглавлял государственную продовольственную зерновую компанию, другой – ракетнянский комбинат хлебопродуктов. Закрома родины разворовывали масштабно. Заключали фиктивные контракты на десятки тонн кукурузы. Государственные деньги поступали на счета, но фактически продукция не подставлялась. Ну, теперь об амахинатора под следствием. Державная продовольственная зерновая корпорация все одно перераховала на рахунок хлебокомбината. Кошты, вызначенные договором, а это близко 50 миллионов гривен бюджетных коштей за той товар, который так и не был поставлен. Нарази с отриманным поведомлено про подозрение. Также детективы готовят клопотания про обранье заподежного захода. Обобрать браконьеров. Жертвами мошенников стали старатели, которые незаконно моют янтарь на Полесье. Подробнее в нашем следующем материале. В Полесье, несмотря на работу оперативного штаба, который борется с нелегальной добычей янтаря и громкие задержания тех, кто ее крышевал, солнечный камень здесь по-прежнему моют. Как оказалось, от этого страдают не только земли, но и сами старатели. У них в буквальном смысле отбирали уже добытый сырец. Нехитрую схему придумали трое мужчин. Отбирали старатели, размахивая корочками сотрудников СБУ. Посвящения, скажем так, примитивные. При наявности сейчас кольоровых сканеров, принтеров и так далее, не есть сложность откатать посвящение в его пленку, засунуть и оно будет натурально выглядеть. Старатели молчали, но о том, что происходит, правоохранителям все же стало известно. Злоумышленники уже задержаны. Задержали грабителей на горячем, когда они пытались отобрать только что добытый янтарь неподалеку от райцентра Дубровица у четырех старателей. За правоохранителей себя выдавали жители Волынской области. Один только вышел из колонии. В СБУ и полиции говорят, это далеко не единственная разбойная группа, которая промышляет в Полесе. Криминогенная ситуация усугубляется, а Верховная Рада, как и прежде, не спешит узаконить добычу. Александр Пантелеймонов, Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности в телеканал Интер, Ривненская область. Аферист рангом повыше сегодня оставил всех с носом. Александр Шахов, организатор пирамиды Элита Центр, сбежал из-под домашнего ареста, сняв браслет. Куда и кто ответит теперь перед пострадавшими от его деяний, выясняла Татьяна Винникова. Организатор одной из самых масштабных афер со столичной недвижимостью Элита Центра, Александр Волконский, он же Шахов, сбежал из-под круглосуточного домашнего ареста. Подсудимый не явился на очередное заседание суда, а в его квартире нашли только электронный браслет. Вероятнее всего, Шахов бежал из Украины в Россию через неподконтрольную территорию Донбасса или Крыма, заявил адвокат обманутых вкладчиков Элита Центра Артем Середа. Он просто перетенул кордон Украины, скорее всего, что это Россия. Заседания у нас были просто с 9.30 до 19.30, каждую середу. Он мог спокойно после заседания ехать домой, по дороге заехать в российское посольство, подать документы на отримание паспорта. Потом на наступное заседание просто заехать и так же забрать. Полиция контролировала лишь по месту домашнего ареста. Ранее суд отпустил Шахова из-под стражи по закону Савченко, который предусматривает один день пребывания в СИЗО, как два в тюрьме. Подозреваемый отсидел в изоляторе 7,5 лет. Суд назначил Шахову круглосуточный домашний арест, который тот отбывал в апартаментах площадью в 300 квадратов и стоимостью 2000 долларов в месяц. Откуда избежал? Как ему это удалось? Ответ на этот вопрос правоохранители не дают, но побег подтверждают и в Генпрокуратуре, и в МВД. Напомню, скандал с аферой элита-центра разразился 10 лет назад. Тогда компания Шахова, по версии следствия, по три раза перепродавала одни и те же квартиры в недостроях разным покупателям. По подсчетам следствия, элита-центр заработала не меньше 100 миллионов долларов. В результате пострадали около 2000 человек. У них выманили деньги на строительство жилья, которое так и не построили. Ранее снять электронный браслет удалось разве что скандальному ректору Петру Мельнику. Однако, по оценкам экспертов, браслет Шахова был гораздо проще, чем у Мельника. И защитники пострадавших уверены, Шахову просто дали сбежать. Мы будем просить суд, чтобы его голосили международный расшук. Также мы будем инициировать перед судом то, чтобы работников полиции, которые могли отслеживать место находения Шахова, притягнули до криминальной ответственности. Почему? Потому что это чисто, скажем так, служба неблагисти. Эта служебная халатность в итоге может стоить очень дорого. Защитники пострадавших от аферы опасаются. Теперь, когда Шахов в бегах, судебные заседания без него будут все время переносить. И скандальное дело со временем закроют по истечению срока давности. А обманутые люди так и останутся ни с чем. Татьяна Авинникова, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. История побега Шахова, а также он известен под фамилией Волконский, отнюдь не единичный случай в Украине. Почему таким матерым аферистам удается уйти от ответственности? Вот как это комментирует нардеп Борислав Береза. Ситуация с Волконским предсказуема. Более того, точно такая же ситуация произойдет и с Вейцеховским, если его освободят под залог или что-то в этом роде. Историю украинских побегов знает немало интересных моментов. Например, бегство Мельника или бегство Садовника. Сейчас бежал Волконский. Каждый раз, конечно же, те люди, которые отвечают за эти браслеты, вроде бы ни при чем. Но меня больше интересует другое. В случае, если каждый раз такие одиозные личности будут бежать, то, может, стоит действительно отменять такую норму, потому что фактически эта норма гарантирует им возможность бегства. Прокуратура оставила подельникам Януковича, Пшонке и Арбузову тысячи гектаров леса. И это решение обжалованию не подлежит. Истекли сроки исковой давности и апелляционный хозсуд Киева месяц назад отказал правоохранителям возвращение охотничьих угодий сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки Артема и бывшего главы НБУ Сергея Арбузова в госсобственность. Как это могло произойти и найдутся ли виновные, мы обязательно разберемся и расскажем вам завтра в спецрепортаже. Крестный ход сегодня должен прибыть в Киев. Удастся ли пройти и что ожидало его участников на подходе к столице? Елена Зорина. Подробнее. 20 с лишним километров от Киева у участников крестного хода вынужденный привал. Правоохранители заблокировали им дорогу. Мы не перекрываем. Тут просьба. Здесь, по словам организаторов, около 5000 верующих. Сказали відпочивати и все. Молятся люди сидять. Сколько потребно, значит так потребно нам. Прийдем с Божьей помощью, ты будем ногами своими. Запланированный маршрут менять не собираются позже. Становится понятно, в чем заминка. Житомирская трасса всего несколько километров от столицы. Там, где должны пройти участники крестного хода, сегодня ищут взрывчатку вблизи остановки и населенного пункта. Полиция, робот-сапер, квадрокоптеры, собаки рыщут вблизи обочины. Шесть собачка учу я вас, а шесть должно быть. Вот две находки, которые удается обезвредить. Они на противоположных сторонах трассы. Правоохранители говорят, это далеко не все, что нашли за сегодняшний день. Похоже на боевые припасы нашли. Два муляжа точно было. И сейчас под двум подрывом проводится осмотр. Выявлено две гранаты, выбуховые и дымовые шашки. На Бориспольском напрямке также было найдено предмет, схожий на выбуховый пристрей. Еще днем министр внутренних дел Арсен Аваков в своем фейсбуке пояснил, движение крестного хода заблокировано в целях безопасности. Получив информацию о возможных терактах и провокациях, он решил вмешаться в порядок организации шествия в Киеве. Правоохранители предлагают верующим добраться в столицу на автобусах. Глава нацполиции лично едет уговаривать участников крестного хода. Туда же отправляется и советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Впрочем, он не исключает, что и на автобусах верующие к Киеву не доедут. Я не выключаю, что может быть такое заявление до суду, потому что сегодня мы видели реальную загрозу для участников крестного хода. Но участники ехать на автобусах наотрез отказываются, мол, шли почти 500 километров и еще пройдут. Как будут передвигаться в Киеве, тоже пока решения нет. Это все зависит от министра внутренних справ. Если он выдаст указ про заборону, это может быть какие-то порядки. А устные забороны в фейсбуке, я могу, что хочу написать. Ближе к вечеру колонна пешком идет в сторону Киева. Сначала для них перекрывают трассу в сторону Житомира, затем участники переходят на свою дорогу. На подъезде к столице активизируются и протестующие. Протестующие здесь четвертый день ждут крестный ход. Главное требование – не пустить его участников в столицу. Правоохранителей сегодня здесь тоже стало больше. До встречи противников и участников крестного хода считанные километры. Елена Зурина, Вячеслав Ролов, подробности телеканал Интер. И самую последнюю информацию узнаем у Егора Логинова. Он находится на одном из въездов в столицу. Егор, скажи, какую картину ты там наблюдаешь? Добрый вечер, Алексей. Действительно, как уже сказала Лена, участники крестного хода шли по Житомирской трассе и на повороте на Белогородку их ожидали украинские националисты и активисты, которые там построили своеобразный блокпост. Они собирались перекрыть дорогу и закидать участников крестного хода яйцами. Однако ближе к шести вечера стало известно, что миряне изменили, пошли другим путем. И вот как это прокомментировали украинские националисты. Как нам удалось узнать позже, мы нагнали участников крестного хода. Они свернули в сторону Ирпеня, куда они сейчас на данный момент направляются. Они сказали о том, что они сделали это из соображений безопасности, потому что взрывы, которые предшествовали их подходу к блокпосту, уже, скажем так, их довольно-таки напугали людей. И из соображений безопасности, по рекомендации полиции, они пошли другой дорогой. Полиция начала рекомендувать идти на эту дорогу. Который хрестного хода принял решение послушать рекомендации полиции, за что мы им очень благодарны. Все-таки продолжить хрестный ход. Мы прошли 500 километров хрестным ходом не для того, чтобы взлякаться каких-то выбухов. Позже стало известно о том, что министр МВД Арсен Аваков договорился с владыкой Ануфрием о том, что участников крестного хода завтра отвезут на Владимирскую горку на автобусах. Ну а пока, по словам министра, все участники крестного хода идут на ночевку. И, собственно говоря, это пока вся информация. Буквально 10 минут назад участники крестного хода прошли мимо нас. И пока что, в принципе, все нормально. Мы достигли договоренности с владыкой Ануфрием, главой московского патриархата православного, о том, что сейчас мы локализуем эту ситуацию, что сейчас верующие остановят этот ход, сядут в автобусы и проследуют место ночевки. Я очень рассчитываю, что в ближайшие часы-два те верующие, которые шли в ходу из двух сторон к Киеву, устроятся на ночлег. Наверное, на этом у меня все, Алексей. Спасибо. Егор Логинов был на прямой связи с подробностями. Верующие Украинской православной церкви имеют право в своей стране свободно осуществлять религиозные службы. Это гарантирует им Конституция. Об этом заявил представитель УПЦ, епископ Ирпенский Клемент. Он подчеркнул, верующие мирные законопослушные граждане, если радикально настроенные вооруженные группировки открыто угрожают спокойствию в обществе, то органы правопорядка должны применить весь арсенал средств, чтобы это предотвратить. Есть сегодня все необходимые законные способи для того, чтобы никакие провокаторы, а тем более люди, которые незаконно владеют оружием, чтобы они не порушили гражданские миры спокойно, и понесли покарание за то, что их своими действиями они провокируют конфликты, между конфессией и религией, а также загрожают здоровью и жизни мирных граждан. Я думаю, что есть в нашей стране закон, и, согласно закону, люди, которые погрожают другим людям, они должны понести законное покарание. Тем более, если эти люди еще и декларуют, что они имеют оружие, то нужно, чтобы силовые структуры обратили внимание на это, и негайно сделали так, чтобы эти люди были блокированы, чтобы они не смогли совершить никакой беды. Минулого года тоже была крестная хода, которая собрала более 30 тысяч мирян из всей Украины. И эти люди шли от Владимирской гирки до Киево-Печерской лавры через центральную улицу Киева, и никакой провокации этого года не было. Ситуацию вокруг крестного хода и насколько хорошо сработали правоохранительные органы, прокомментировал Нардев Вадим Новинский. Вчера и сегодня полиция на Борисовском направлении сработала очень хорошо. Они превратили все столкновения, которые могли там возникнуть. Были выявлены несколько муляжей, закладок. Якобы говорят, что изрывчатка была заложена. Ведь нигде на западной Украине не было таких заворушений. Крестный ход прошел в общей сложности 1200 километров. Один с высокой запада, все 1200 километров. И нигде ничего не было. Только в Киеве началось. Люди шли, молились 23 дня, которые вышли из Святогорской лавры. А из Почаевской лавры около 20 дней. Так вся нечисть поднялась от молитвы. Безджи от молитвы трепещут. И эти люди ничего для себя не просили. Это настоящие исповедники веры. Это настоящие патриоты Украины. Сегодня крестный ход прервался по благословению блаженнейшего митрополита Ануфрия. Он разговаривал сегодня с министром внутреннего дела Аваковым. И Арсен Борисович поделился с ним, видимо, какой-то информацией, которая существует у прорывающих органов относительно того, что могут дальше какие-то провокации быть. И верующих участников крестного хода автобусами перевозят в Киев. Завтра будет молебен на Владимирской горке и крестный ход от Владимирской горки до Киево-Пещерской лавры. Я надеюсь, что власть и правоохранительный орган сработают четко и не будет никаких столкновений, никаких заворушений на протяжении вот этого всего действия. Ну, есть у нас власть, в конце концов, или нет? Одна из причин взрыва миномета на полигоне «Широкий Илан» – старые боеприпасы. Такую версию озвучили в военной прокуратуре Южного региона. Уже установлено, что военные сделали 7 выстрелов. Следующий и оказался фатальным. Раздался взрыв. В военной прокуратуре предполагают, что сами мины, которые использовались во время стрель, были 75-го года выпуска, а детонаторы к ним 60-го. Скорее всего, срок использования боеприпасов истек, но по какой-то причине их все же доставили к минометной установке. Если это подтвердится, военнослужащие, допустившие халатность, будут наказаны. Напомню, ЧП на полигоне «Широкий Илан» произошло вчера днем. Там разорвался 120-миллиметровый миномет. Один человек погиб, а еще 10 получили ранения. Самые жаркие бои за последние сутки проходили в районе Марьинки. Несколько часов украинские бойцы отбивали атаки пехотных групп противника. Детали боя. Далее в сюжете. Ночью боевики во время обстрела подожгли один из опорных пунктов военных. Это видео снял пресс-офицер 10-й бригады. Огонь удалось быстро погасить. В ответ армейцы уничтожили такой же опорный пункт врага. Наиболее горячо сейчас на Донецком направлении, в районе Марьинки. Тут украинские бойцы выдержали две массированных атаки боевиков. Тем более всю ночь их обстреливали из крупнокалиберной артиллерии. Бойцы насчитали около сотни попаданий мин разного калибра. Эти хвостовики собрали только возле одного блиндажа. Это не все. Там еще много есть, просто никто не хочет идти копать. А какие калибры? Это 80-й, 82-й. Прибегали на пост, отстреливались как могли. Заходят в посадки по полю и начинают первую стрельбу. Мы даем ответ. Опорные пункты военных под Марьинкой сначала атаковали три десятка боевиков. Когда их стойко теснили, враг во второй раз безрезультатно пошел в атаку. После часа ночи шквальные обстрелы. Восьмидесятка его разбила кабель и шел, получается, с той стороны, там завод старый. Оттуда стреляли с пулеметом. Что-то по-быстрому это все сделать. Страт нет, даже нет правильных. Это взаимодействие. Как под таким огненным дождем, все живы, здоровы. Позиции наших военных в районе Марьинки и Красногоровки. Враг атакует уже не первый день. Бойцы считают, у наемников произошла ротация. Пополнение боевиков пытается испытать на бойцах свои силы. Но снова безуспешно. Геннадий Вивденко, Александр Данилов, Анатолий Воробей. Подробности телеканала Интер из Донецкой области. Снова террористы в сердце Европы. Очередное нападение произошло во Франции, в городе Руан. В церкви там жестоко убили священника. И ранили прихожан. Причем за нападавшими исламистами давно следили спецслужбы. Тогда что это? Очередной их прокол? Или наоборот? Ведь большого количества жертв удалось избежать. Наш европейский САПКОР Оксана Кундеренко разбиралась. Все случилось в считанные минуты. Сцена, как из фильма боевика. Террористы захватывают заложников церкви, убивают священника. Полиция окружает здание и расстреливает злоумышленников. И это реальное событие сегодняшнего утра на севере Франции, в Нормандии. Вот в этой церкви коммуны Сент-Этьен-Дюрувре. Двое мужчин, вооруженные ножами, ворвались в храм с черного входа во время мессы. Перерезали горло настоятелю. Ранили прихожан. Одна из монашек успела выбежать и позвать на помощь. Спецслужбы прибыли молниеносно. 15 секунд стрельбы и нападавшие нейтрализованы. Делом занимаются специальные антитеррористические подразделения и прокуроры из Парижа. Расследование продолжается. Мы обыскиваем территорию вокруг церкви. Собаки ищут взрывчатку, которую могли оставить террористы. Все серьезно. И это доказывает печальная традиция. На место трагедии тут же выезжает министр внутренних дел Бернар Казнев и президент Франсуа Ланд. Вот глава государства пожимает руки полицейским, медикам, пожарным и сотрудникам спецслужб. Все они на отлично выполнили свою работу. В это же время становится известно, ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. Мы противостоим группировке, которая называет себя Исламское государство и объявила нам войну. И мы вынуждены вести ее, соблюдая наши законы. Сегодня мы осознали, что террористы не остановятся, пока мы их не остановим. И мы это сделаем. Жертва, католический священник, 84-летний отец Жак Амель. Еще три человека ранены, один в критическом состоянии. Со всего мира от христиан поступают соболезнования. Еще одна жуткая новость. Папа Римский следит за всеми событиями. Мы осуждаем это варварское убийство. Так кто же они, эти бойцы ИГИЛ, которые убивали людей в храме? Личности террористов пока не разглашают. Но одного полицейские узнали. Это местный житель, который в прошлом году пытался уехать в Сирию. Его вернули турецкие пограничники, а во Франции правоохранители надели на него электронный браслет. По словам свидетелей, именно он был одет в шешию. Традиционный тунисский головной убор. К полиции оба вышли с криками «Аллах, Акбар!». Сейчас еще одного их подельника арестовали. После Парижа и Ниццы во всей Франции наивысший уровень тревоги. Службы безопасности в полной боевой готовности. Но церкви – это так называемые легкие цели. Защитить абсолютно все невозможно, а волна атак исламистов в Европе не стихает. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер». Волна атак действительно не стихает. Как остановить волну терактов ломают голову власти Германии. Только за минувшую неделю в стране произошли три резонансные атаки. Две из них совершили беженцы, сторонники ИГИЛ. Европол предупреждает. В странах ЕС могут находиться несколько тысяч потенциальных джихадистов. И только в Германии опасность могут представлять более 800 человек. Татьяна Лагунова продолжит. Четыре сотни боевиков ИГИЛ, которые могли приехать в Германию под видом беженцев. Еще столько же граждан Германии, которые воевали в рядах группировки, в Сирии и Иракии вернулись на родину. После двух терактов в течение недели, ответственность за которые взяли ИГИЛовцы, потенциальная угроза стала реальной. Полиция и спецслужбы, как бы хорошо и много, они не работали, не справятся. Немецкие силовики просят граждана помощи в предотвращении терактов. А именно внимательно наблюдать за друзьями и знакомыми. И сообщать, если вдруг заметят что-то неладное. Защититься от одиночек очень сложно. Здесь огромную роль играет социальная среда. Нужно вовремя заметить изменения в характере человека и быстро вмешаться. В Германии ужесточают меры безопасности. Власти заявили, все вокзалы и аэропорты теперь будут охранять более усиленно. Как и прочие места проведения массовых мероприятий. Концерты, музыкальные фестивали, ярмарки. Не исключено, что на территорию, где проводятся такие мероприятия, запретят проносить рюкзаки и большие сумки. Среди предложений также ужесточить закон о владении оружием, разрешить задействовать бундесвер при угрозе теракта и тщательно проверять всех, кто приезжает в страну. Личность человека нужно устанавливать уже на границе, независимо от того, беженец это или турист. Если он не может предъявить документы, его нужно останавливать. И выяснять, кто он, как зовут, на каком основании, например, собирается подавать прошение о предоставлении убежища. В Берлине, говорят, никто пока не собирается менять миграционную политику или мерять всех под одну гребенку. Но рассчитывают, что и люди, которые получили здесь защиту, не будут приносить в страну террор. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Это не все новости дня. Вот что узнаете далее в подробностях. Выживай как можешь. Почему реформа Минздрава оставила безжизненно важных препаратов неизлечимо больных? Платить или не платить? За мораторий на новые тарифы проголосовали депутаты в Полтаве. Ереван в огне. Кто снова взялся за оружие? Минздрав провалил международные закупки лекарств. Из 10 госпрограмм медикаментами на сегодняшний день обеспечили только 2. По гемофилии и гепатиту В и С. Но что делать остальным пациентам? С онкологией, редкими заболеваниями, на исходе в стране даже вакцины. Почему забуксовала реформа, за которую так рьяно боролись в прошлом году? Подробнее Елена Митясова. Без скрытых комиссий, откатов и по минимальным ценам. То, что хорошо для пациентов и госбюджета, оказалось на грани срыва. Реформа госзакупок лекарств международными организациями, которую пролоббировали в прошлом году, забуксовала. Иностранные компании-закупщики не обеспечили в полном объеме поставку жизненно необходимых медикаментов в Украину за 2015 год. О 2016-м речь пока и вовсе не идет. Вина лежит в большей части на Министерстве здравоохранения, потому что, к сожалению, на каждом этапе согласования, который проходил в прошлом году, этот процесс и в этом году затягивался именно со стороны министерства. Лекарства для украинских пациентов уже закуплены. Они попросту не могут попасть в страну, говорят в благотворительных организациях. Коробки с препаратами простаивают на таможенных складах и все из-за бюрократических проволочек. Минздрав не разрешает дистрибьюторам растаможить товар. Загвоздка в одном согласительном письме, ждать которое чиновников приходится месяцами. Международные организации стали заложниками этой ситуации, потому что они зависят от Министерства здравоохранения. Но министерство им не отвечает. И вот так вот происходит на каждой из программ. Наиболее критическая ситуация сейчас с поставкой препаратов для лечения онкобольных детей. В больницах нет ни реактивов, ни расходных материалов. Из более чем 80 наименований, которые должны быть поставлены в больницы для лечения онкобольных детей, привезено где-то около 24 препаратов, и то не в полном объеме. Это отчет Минздрава для членов Комитета Рады по вопросам здравоохранения. Документ случайно попал в руки журналистов одного из интернет-изданий. В нем говорится, что план закупки лекарств на июль выполнен только по двум госпрограммам. Медикаментами обеспечили пациентов с гемофилией и гепатитом Б и С. Судьба остальных под вопросом. А вот копия письма главка контрразведки по защите интересов государства в сфере экономической безопасности к Минздраву месячной давности. В нем просьба к чиновникам немедленно возобновить систему поставок лекарств. Мы понимаем, что, конечно же, есть желание вернуться к той системе, которая была раньше. Они пытаются откатить все обратно. Это огромные суммы, это порядка 3-4 миллиардов гривен. Это огромнейший пирог, от которого каждому хочется кусочек откусить. При закупке лекарств международными организациями коррупционная составляющая отсутствует. Компании работают прозрачно, взяток не берут и не дают, а препараты покупают по принципу «минимальная цена, хорошее качество». Есть препараты, например, которые министерство закупало по 22 доллара за упаковку. Международная организация купила по 82 цента. Такого же качества препарат. То есть мы понимаем, что система, которая постоянно питалась коррупцией, теперь пытается эту реформу откатать назад. Мы написали запрос в Минздрав, чем же все-таки руководствуются чиновники и как намерены решить проблему, но ответа пока не получили. Елена Митясова, Александр Пантелеймона, Вячеслав Фролов и Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Еще одно тарифное вето регионов. Сегодня Полтавский облсовет проголосовал за мораторий на повышение коммунальных расценок в регионе. Местные депутаты считают также, что необходимо запретить начисление пении за несвоевременную оплату и восстановить льготную норму потребления газа для населения. Эти требования они указали в обращении к Верховной Раде. Своё мнение высказали и местные жители. Возле облсовета горожане организовали митинг, на котором собрали подписи за приостановку повышения тарифов на комуслуге. Я напомню, Полтава стала шестым городом, где депутаты поддержали такое решение. Первым был Киев, потом Львов, Днепр, Житомир и Северодонецк. Опасная свалка под Львовом снова заработает. На Грибовицкий мусорный полигон, где всего два месяца назад под завалами погибли три человека, снова повезут отходы. Ситуация разбиралась с Галиной Акушко. Мусор на Грибовицкую свалку не возили с 1 июня. Полигон закрыли после трагической гиблии троих спасателей, которые обследовали территорию после крупного пожара. Случился обвал. Тела нашли спустя два дня. С тех пор мусоровозов здесь не видели. Отходы из города вывозили на ближайшие полигоны в области и даже в Киев. Скоро все изменится. У подножия горы на Грибовицком полигоне решили складировать мусор, спрессованный в брикеты. Мол, так планируют предотвратить новые обвалы. С помощью такой технологии объем отходов уменьшится в 6 раз. На проект из городской казны выделят 40 миллионов гривен. Одна пресовальная машина уже закуплена и место под оборудование нашли на складе бывшего завода «Сельмаш». И высыпается на транспортер, который ведет до пресса. Пресс автоматичный, або напеве автоматичный. В соответствии, каждая фракция по черзе. И вот тут мы имеем прессу. В экоинспекции идею одобрили, но говорят, свозить брикеты мусора на Грибовицкий полигон незаконно, ведь официально он закрыт. Объект под станом на сегодня, он под арештом. То есть, выполнять какую-то деятельность с данным объектом, это оборудование криминального кодекса. Местные жители не в восторге от планов чиновников. В Грибовичах, говорят, больше не позволят складировать никакой мусор, даже в брикетах. Там село выйдет на пикет и оборудование возить смятя. Я так думаю. Ну, не знаю. А громада категорично против. Нет. Я уже закрыла, уже никто не дозволит. Вот только людей, похоже, никто спрашивать не собирается. Проект по пересыванию отходов сейчас в активной разработке. И первые мусорные брикеты поедут на Грибовицкий полигон уже этой осенью, говорят в мэрии. Тем более, что с поиском земли под строительство мусороперерабатывающего завода у чиновников пока не складывается. Там, где есть свободные площади, общины против. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов. Серия мощных взрывов на военном заводе в Азербайджане. Сначала загорелись, а потом взлетели на воздух складские помещения предприятия Минобороны в городе Ширван. 24 человека получили ранения. Местные журналисты сообщили, что есть погибшие, но власти эту информацию пока не подтвердили. Взрывы были такой силы, что ударная волна выбила стекла в окнах жилых домов. Грохот слышали в 40 километрах от складов. Из районов, ближайших к предприятию, эвакуировали людей. Минобороны Азербайджана сообщили, склады загорелись из-за искр во время утилизации боеприпасов. 19 погибших и более 20 раненых в доме для инвалидов. В Японии произошла самая кровавая трагедия за последние десятилетия. Подробности в сюжете Ольги Головиной. Утреннюю тишину города Сагамихара нарушают сирены машин скорой помощи. Экстренный вызов поступил из пансионата для людей с ограниченными умственными возможностями. Возраст пациентов от 18 до 70 лет. Неизвестный пробрался в пансионат через окно, связал медсестру, достал нож и набросился на спящих пациентов. Этот случай нельзя объяснить эмоциями. Когда подозреваемый вышел из себя и взял в руки нож или пистолет. Нет, он пробрался в центр ночью и напал на спящих людей. Через два часа после резни убийца сам сдался правоохранителям. Он пришел в полицейский участок со словами, инвалиды должны исчезнуть. Преступником оказался 26-летний бывший работник этого заведения Сатоси Уэмацу. Мужчина проработал там 4 года. Почему уволился минувшей зимой, пока неизвестно. Нет никаких доказательств, что нападающий связан с исламским государством. Мы проанализируем всю информацию, которую соберет следствие и сделаем все, чтобы подобное не повторилось. Несколько месяцев назад Уэмацу лечился от паранойи и наркотической зависимости. В лечебницу его поместили из-за письма, адресованного японским парламентарием. В нем он даже указал два центра для инвалидов, в которых готовил массовые убийства. И Цукуи Ямаури, где произошла трагедия, был одним из них. В письме Уэмацу подробно изложил свои идеи. Мол, готовит революцию, которая послужит стимулом для экономики страны и защитит от Третьей мировой войны. В лечебнице Уэмацу провел всего 12 дней. Врачи решили, он уже не опасен для общества. Мне он казался умным и учтивым человеком. Любил детей. Всегда был приветливым при встрече. Подобных кровавых трагедий в Японии не было давно. В стране действует жесткий контроль над продажей оружия. Убийство в интернате для инвалидов превзошло по количеству жертв даже за риновую атаку в метро Токио, устроенную сектой Аум Синрикё. В 1995 году погибли 12 человек. Японские СМИ сравнивают нападение в Сагамихаре с событиями в Цуями в 1938 году, когда 21-летний местный житель убил 30 человек своей деревни измести женщинам, которые его отвергли, а затем покончил с собой. Ольга Головина, подробности, телеканал Интер. Не утихают страсти в армянской столице. Что сейчас происходит на улицах Еревана? Изменились ли требования протестующих? О 9-м дне противостояния. Данил Русаков. Очередные стычки между захватчиками и полицией. На этот раз в ход пошло огнестрельное оружие. Потасовки на улицах Еревана с новой силой вспыхнули этой ночью. Силовики открыли огонь по машине сторонника мятежников. Он пытался пробиться к захваченному отделению полиции и передать туда еду и воду. Двое мятежников ранены и доставлены в городские больницы. За несколько часов до этого около 10 тысяч человек в центре Еревана требовали пропустить к мятежникам их сторонников. В отделении МВД захватчики открыли пресс-центр. Основные требования те же. Полная перезагрузка власти в Армении, передача полномочий учредительному парламенту и отставка президента Сержа Сарксяна. Тот, в свою очередь, обещал отказаться от штурма. Однако мятежники главе государства не верят. Мы думаем, как организовать нашу безопасность. Мы всегда в боевой готовности. Представители действующей власти мятеж пока пытаются подавить арестами. Шестерых уже отправили в СИЗО. Им инкриминируют участие в массовых беспорядках. А председателя учредительного парламента Гагирина Чугассяна арестовали заочно и объявили в розыск. На волну уголовных преследований оппозиция реагирует традиционно. Требуют отпустить всех. И в первую очередь задержанного еще месяц назад Жерара Сифеляна. Если бы Сифелян был здесь сейчас и велел сложить оружие, я бы это тут же сделал. Отдал бы его добровольно. Совет национальной безопасности Армении по-прежнему предлагает мятежникам сдаться. Обещает освободить их от уголовной ответственности за захват здания и незаконное хранение оружия. Данил Русаков, Сергей Ведмить, Московское бюро, телеканалы Интер. Турецкие пилоты самостоятельно приняли решение сбить российский Су-24 в ноябре прошлого года. Об этом заявил вице-премьер Турции Мехмед Шимшек. И возможно эти же военные, со слов политика, бомбили мирные объекты во время попытки переворота. Также турецкие силовики задержали бывшего мэра Стамбула. Его тоже подозревают в причастности к мятежу. А в Дубае перехватили двух генералов. Их подозревают в связях с движением Хизмет. Эту организацию возглавляет Фетхуллах Гюлен, которого Эрдоган обвинил в организации Пуча. Кроме этого, президент Турции подтвердил свой визит в Россию. Переговоры с Путиным состоятся уже 9 августа в Санкт-Петербурге. Анкара и Москва уже даже возобновили переговоры по турецкому потоку. Правда, решения по строительству нового газопровода пока нет. К тому же Россия и Турция договорились о консультациях по вопросу отмены виз между странами. Почему уже небезопасно играть в покемонов? И ради кого мировые знаменитости готовы снять в себя джинсы? Об этом не только. Далее в обзоре. Самолет на солнечных батареях завершил кругосветку. Solar Impulse 2 приземлился ночью в Абу-Даби, откуда и стартовал 16 месяцев назад. Остановки были в 15 странах мира. Самолетом управляли швейцарские пилоты Бертран Пекар и Андре Борфберг. Максимальная скорость воздушной машины составила 140 км в час. Цель путешествия – доказать, что будущее за экологически чистыми технологиями. В Канаде женщина обстреляла из травматического пистолета игроков, которые искали вокруг ее дома, покемонов. 29-летняя жительница провинции Антарио сделала 4 выстрела с крыши двухэтажного здания. В результате никто не пострадал. Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы за нападение с применением оружия. В Бразилии похитили тещу британского магната Берни Экклстоуна, шефа Формулы-1. Грабители требуют выкуп 36,5 миллионов долларов. Состояние Экклстоуна оценивают в 3 миллиарда. 85-летний хозяин главных автомобильных гонок женился на бразильянке Фабиане Флози 4 года назад. Ранее ему уже угрожали, обещая похитить 28-летнюю дочь. Тогда злоумышленника поймали и посадили на 5 лет. Мировые звезды пожертвуют джинсы ради беженцев. Среди знаменитостей актрисы Широн Стоун и Эмма Уотсон. Певцы Элтон Джон и Мик Джаггера, также модели Клаудиа Шифер и Ева Лангория. Брюки от именитых звезд пустят с молотка на онлайн-аукционе, а все вырученные средства отдадут в Международный комитет беженцев. Некоторые джинсы уже купили за 5 тысяч долларов. Новозеландские пенсионеры из дома престарелых представили свою версию клипа Тейлор Свифт на песню Шейки Тов. Музыкальная работа точь-в-точь повторяет оригинальное видео. Пожилые непоседы не впервые так развлекаются. Ранее выпускали календарь с полуобнаженными фото, а также копировали сценарий клипа Фаррелла Уильямса на песню Хэппи. Все видео выкладывают на собственный канал в Ютьюбе под названием «80 с чем-то лет счастья», а все вырученные деньги отдают в Красный Крест. Ну вот вы и узнали не только самые важные, но и самые интересные новости этого дня. Спасибо, что смотрели подробности. Завтра увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова